Здравствуйте, я Виктор Шульц и в нашем сегодняшнем выпуске Рама Овчанку гость глава социологической компании «Актив Групп» Андрей Ерьев. Я пригласил моего товарища на эту беседу для того, чтобы подробно, включая какие-то цифры, исследования, которые к этому делали, вообще масса исследований, выяснить два достаточно щепетильных для государства вопроса. По большому счету эти вопросы не особо касаются СМИ. СМИ предпочитают вообще молчать об этом. Да и не только СМИ. Вообще все предпочитают молчать. И государственные органы, и общественные организации почему-то не очень активно действуют в этом направлении. Если действуют, то очень непонятно вообще как. Вот обо всем этом, а тема именно молодежи. Что именно имеется в виду? У меня два вопроса. Вопрос первый. Правда ли? Я считаю, что это правда. Я считаю, что государство боится молодежи? И правда ли это? Боится ли государство молодежи? Если боится, то почему? И вопрос второй. У нас существует куча государственных программ, всевозможных, направленных на молодежь. Выделяется немало денег на реализацию этих программ. В итоге, что бы ни делалось, в конечном итоге молодежи не имеет никакого отношения. Итак, Андрей, начнем, наверное, с первого вопроса. Боится ли государство молодежи? Боится. То есть, я правильно рассуждаю. Государство молодежи боится и государство молодежь не понимает. Оно не видит, у него нет адекватных способов снять информацию, что там происходит. Соответственно, оно принимает неадекватные решения по поводу молодежи. Соответственно, все программы, которые делает государство, оно делает основываясь на неадекватной информации, которая приходит о молодежи, а программы, соответственно, неадекватные. Раз, они основаны неадекватной информацией. Другой вопрос, почему оно не понимает, почему неадекватная информация, это другой вопрос. Одну секунду. Давай поэтапно, поочередно. Итак, государство боится молодежи. В чем причина этого здрава? В непонимании. В непонимании. Оно не знает, что от молодежи ждать. С одной стороны, молодежь не ходит на выборы и не голосует. Вроде бы как для политиков это означает, что на молодежь можно не обращать внимания. То есть, что молодежь политически пассивная? Да. С другой стороны, политически пассивная молодежь периодически может собраться по каким-нибудь министерствам и устроить локальный армагедет с какому-нибудь чиновнику. Вот просто так. И при этом... Что просто так, в смысле без причины? Не, ну как с причиной, просто по той причине, по которой раньше все было нормально. Ну вот, яркий очень пример времен Януковича. Поставили... Поменяли ректора в авиационном университете. Поставили там главой Луцкого, то есть человека жутко идиозного и так далее, авиационный схава. Попытались сделать ровно то же самое в КПИ. По сути, в общем-то такой же ВУЗ. Примерно такого же масштаба. Тоже технический ВУЗ и все такое прочее. Получили многотысячные митинги под министерством и обещание физически убить того, кто войдет в кабинет ректора. Вот так. Почему авиационный это пропустил, а КПИ нет, такое решение, никто не понимал, до конца не понял. Андрей, а ты проводил исследования? Почему? А нет до конца ответа. Потому что очень много нюансов возникает. Ну, во-первых, все-таки Луцкий в авиационном был проектором. Он раздавал много денег на местные студсоветы. Он как-то подкупил местных студентов, хотя бы частично. А вот разве что это, но на самом деле студенты на подкуп не ведутся. Они берут деньги, а потом делают нечто свое. А то есть как раз сам на разводят. Государство разводит народ, а молодежь разводит государство. Я правильно понимаю? Это наш общественный договор. Мы друг друга разводим. Это наш общественный договор. У нас в стране общественный договор такой, что всем принято друг друга обманывать. То есть государство поставило налоги, которые невозможно платить. Народ, естественно, не платит налоги. Но, чтобы не платить налоги, народ должен платить взятки, чтобы не замечали неплату налогов. Соответственно, эти взятки идут в политические партии, точнее из которых идут деньги опять-таки в народ в виде продуктовых пакетов или по 200 гривен за год. И только лишь молодежь берет какие-то там, где-то намучивает деньги, но не обращает их в этой общей канители. Она их частично обращает, частично не обращает. Я просто боюсь, что мы отойдем от молодежи. Молодежь меня интересует в очень многих аспектах. И в первую очередь в политическом. Ведь, по большому счету, молодежь в основном является драйвером всяких революций. Разве не так? Да, но при этом молодежь не голосует. Вопрос, что в голове у каждого вменяемого политика? Ну то есть невменяемые тоже есть, но большинство все-таки вменяемые адекватно. У них в голове как бы два-три показателя. Первый показатель – это их фактическая влиятельность, которая измеряется в связях, в деньгах, в возможности подтолкнуть законы, какие-то еще. Ну то есть те вещи, которыми он влияет. На жизнь, деятельность общества. Да, да, да. Ну или хотя бы на свой кошель. Первая – это влиятельность политика. Вторая – это та тема, с которой политик ходит. То есть у каждого из них есть какие-то свои темы. Ну то есть кто-то занимается открытостью, а кто-то лоббированием своего бизнеса, а кто-то молодежь, а кто-то еще чем-то. И третья тема – это количество голосов, которые он получит на следующих выборах. Вариант его партнер. Вот это вот три показателя, которые в голове у каждого политика. Молодежь в этой ситуации, если она не является темой политики, не дает ни денег, ни влиятельности, по крайней мере системно. А если и дает, то непонятно как, и еще непонятно что с этим делать, и как ее конвертировать. Молодежь… Непонятно для кого? Для политика? Да, для политика непонятно. Должно для молодежи тоже, потому что молодежь об этом просто не думает. Молодежь никак не продвигает тему. Конечно, если темой не является молодежью или что-то связанное с ней. И молодежь не голосует. Поэтому здравомыслящий, вменяемый политикам молодежи не думают. А потом, однажды, обнаружив у себя под окнами 50 человек или с плакатами, или с мусорным баком, сильно удивляется. Причем совершенно искренне. И вот… Что это за инопланетянин? Да, да, да. Взяли все, что хотят. Да, это именно инопланетяне. В то же время молодежь живет не в государстве. То есть стандартная жизнь молодежи. Молодого человека он уходит на работу, где получает зарплату в конверте. Это смотри пункт про необязательность налогов. Из зарплаты в конверте он оплачивает также в конверте через необходимые ему услуги. Но опять-таки, чем стоять в очереди в государственную поликлинику? Да лучше пойти к знакомому врачу, заплатить там 50-100 гривен. Ну, тот только получает в конверте. И так далее. И это продолжается. В результате они вообще живут вроде бы как в государстве, а вроде бы как и не в государстве. Потому что они вне машины. Андрей, можно сформулировать следующим образом? Молодежь действительно является неотъявленной частью общества, но при этом не живет в координатах государственной системе. Более того, молодежь, которая наиболее продвинутая, наиболее обеспеченная, наиболее богатая, наиболее влиятельная и понимающая. Мажорная такая. Кудрявая. Но тут дело не в кудрявой. Мажоры, которые от родителей мажоры. Родительские деньги. Это по большому счету продолжение родителей. А те, которые сами заработали свой успех. На чем заработала молодежь свой успех? На том, что она что-то придумала. Вот я такая. Вот такой вот этакой, за что даю денег. Варианты такие-то этичники, такие-то стартапы. Этого достаточно много. Как дают деньги молодежи за такого рода вещи? Ну, им дают деньги за такого рода вещи, опять-таки, либо черным малым, либо вообще на карточку в каком-нибудь зарубежном банке. Хочешь работать с карточками в зарубежном банке? У нас молодежь умеет, которые нам не предпочитают. Ну, это даже не предпочитают. Им все равно какая карточка. Они приходят в магазин, дают карточку, им в ответ дают продукт. И вообще, понимание на уровне, вода берется в кране, электричество берется в розетке, еда берется в холодильнике. Все. А деньги на это все берутся на карточке в ответ на нечто. И мы концентрируемся на этом нечто. А от кто обеспечивает воду в кране? И как это вообще делается? Еще розетка в электричестве. Молодежь совершенно плоская и параллельная. Ну, это не интересует, это неинтересно. Хорошо. Им важно, чтобы оно там было. Все. В отличие от бабушек и дедушек, которые заморачиваются тарифами и прочее, прочее. Ну, опять-таки, молодежь. Та молодежь, которая сейчас работает, ну, грубо говоря, зарплата такого среднего этичника, нехорошего, не крутого среднего этичника тысяча долларов. Вот и все, айтишники, айтишники. У нас что, молодежь занимается только айти-технологией? Ну, не, я просто говорю в качестве примера. Это просто очень наглядная штука. Это тысячи долларов. Зарплата хорошего менеджера, ну долларов так, пятьсот-семьсот. Хорошая. Зарплата хорошего журналиста от трехсот долларов и там до тысяч, даже пятьсот долларов. Соответственно, имея вот эти деньги, они не думают о тарифе, может, они думают. Опять-таки, если зарплата меньше и не позволяет, тогда они просто не платят. И попробуй его отключить. Да, там есть свои проблемы с жильем. Но, опять-таки, нет проблемы заплатить за электричество, есть проблемы заплатить за аренду. Хорошо. Уходим от коммунальной проблемы. Молодежь это точно никак не интересует и она в этой сфере попадает. Нет, это единственное, где молодежь пересекается с государством постоянно. Это единственное место. Все. То есть коммуналка такая, универсальная такой баллона. Власть боится молодежи, потому что ничего о молодежи не знает. И не знает, как знать. Да, и не знает, как знать. То есть, незнание, непонимание вызывает страх. И плюс, четкое осознание того, что драйвером всяких бунтов, в первую очередь, является все-таки молодежь. Ну, одними драйверами. Одними драйверами. Тогда давай попробуем поговорить о некоторых процентных соотношениях. Какой процент, вот ты же исследовал наверняка эти темы, какой процент молодежи ходит на выборы? Ой, бывает очень по-разному. Максимум, что мы видели, это явка 70-80 процентов, минимум процентов 20. Сильно зависит от выборов, сильно зависит от территории, сильно зависит от кандидатов и все такое прочее. Кстати, вот тоже, почему вот власть не знает, пойдет ли молодежь на выборы. Может пойти. А технологи, что говорят? Политехнологи, политологи? Политехнологи делятся на несколько категорий. Вот, что называется, базовая установка, что молодежь на выборы скорее всего не пойдет. Базовая установка. Но, на случай, если вдруг она пойдет, вот вдруг мы что-то делаем. Соответственно, по молодежи работают технологии завышения и занижения явки. Ну, в базовом случае. Есть, например, отдельные округа. Вот, например, в Киеве есть округ, в котором находится общежитие на, по-моему, около 25 тысяч человек в общежитии живет. Там не обращать внимание на молодежь, в принципе, нельзя. Ну, когда 25 тысяч человек живет компактно в одном месте, когда округ всего там 160, из них 25 это молодежь. Если они вдруг придут, они поломают все. Там с ней работают. То есть, у власти есть некоторый элемент непредсказуемости реальной картины, реального исхода. Относительно молодежи. Да. То есть, если с бабушками все понятно. Ну, с ними тоже не всегда все понятно, но оно хоть как-то прогнозирует. Где-то, да. Оно значительно более прогнозирует. Какие-то общие черта хотя бы. То с молодежью большие проблемы. Это раз. Теперь, какой процент молодежи является виновником бунтов каких-то... Полтора-два-три процента. Полтора-два. То есть, на самом деле получается, что молодежь, количество молодежи, процентное соотношение молодежи, которая выступает обычно агрессивно против каких-то действий властей, на самом деле процент ничтожный. И он не просматривается социологии. Социология дает погрешность. Полтора процента это очень круто. Если социология дала погрешность полтора процента, это значит очень-очень хорошо. А если мы говорим о количестве в полтора процента населения, это означает, мы их можем тупо не увидеть при погрешности в полтора процента. Вот вообще не увидеть. Уже не говоря о том, что мы не можем исследовать, что у них там внутри. В этих полутора процента, что у них в голове. Андрей, смотри. Помня Майдан 2004 года, помня Майдан 2013 года, я непосредственно находился там, я за всем этим делом наблюдал. Даже не будем за четвертый год, даже в тринадцатый год посмотрим, ведь по большому счету все начиналось именно с молодежи. Что на Европейской площади, что потом на Майдане под Стеллой. Изначально была исключительно молодежь, причем студенческого возраста. Молодежь просто легче всего на подъем. Ну скажешь так, я честно говоря сейчас не сильно хочу обсуждать. В Майдане там слишком много сил было. Мне просто помню прекрасное время. Это было позже. Я говорю о начале. О начале, да. Ну просто молодежь на всякой. Ну как это вообще происходит? То есть мне не нравится какой-то законопроект, который там проводят в Верховном Раде. У меня есть в мобилке телефоны десятка такие же, как я буду. Я обзваниваю их и говорю, слушайте, тут такая фигня. Давайте что-то делать. У каждого из них есть свой десяток друзей. Которые уже не есть политически активные. Которым просто по приколу интересно и все такое прочее. И они ради пойти за компанией. Прикольно потусить. А по ходу еще сделать что-нибудь хорошее. Начинают собираться. И вот извините, извините. Давай зафиксирую этот момент. Получается что? Что если более зрелое взрослое население выступает с какими-то протестными заявлениями. Но вообще занимается протестом, активным против власти. Делает это по конкретной причине, связанной с деятельностью власти. То молодежь этим занимается исключительно для получения... Не исключительно, но в основном для получения каких-то впечатлений, новых эмоций. Нет, тут тоже есть конкретная причина. Потому что без причины выходить нет. Но если причина есть... То есть причина или повод? Нет, есть и причина. Подожди. Если речь идет о том, что молодежь получает впечатление, то здесь причина это желание получить впечатление. А уже все остальное это повод. Есть избыточная энергетика, которую надо куда-то сбросить. Значит вот это и есть причина. Она в принципе есть. Но она может быть сброшена на дискотеке. Она может быть сброшена в локальной драке кого-то с кем-то. Она может быть сброшена в протест. И если тема для протеста достаточно уважительная, ну а почему бы и нет? Вот соответственно... Уважительная по мнению самой молодежи. Ну по мнению... А вот тут возникает два момента. Во-первых, если есть конкретный человек, который вот можно сказать зачинчивый. Вот если у него хватает харизмы, интеллекта, знаний, опыта объяснить десятку окружающих его людей, что это стоит того, чтобы выйти. При этом мотивация, что бывает, давайте потроллить. Это тоже мотивация. Ну вот фраза давайте потроллим, это мотивация. Пойдем потроллим власть. Это мотивация. Ну я не вижу здесь мотивации, я скорее вижу какой-то мутняк. Но это весело. Это весело. Опять же впечатление, эмоции. Вот если он смог это объяснить, они пойдут. Не смог, не пойдут. А вот... Стоп, но если он харизматичный, зачем ему что-то объяснять? Он харизмой просто свою взял и... Ну харизма это одно из. Но опять-таки есть не менее харизматичный другой чувак, который предлагает пойти сходить, купить и выпить. И не менее харизматичный. И что они пойдут? Троллить или бухать? А вот никто не знает. Ага. Вот в том то и проблема, что никто вообще не знает. А потом в результате происходит акция. Например, была прекрасная ситуация. Был закон... Была такая кампания за мирный протест. Прекрасная кампания. Что они сделали? У них, во-первых, было 100 с чем-то партнерских организаций. У каждой партнерской организации по сути 2-3 таких сумасшедших. Которые были по всем регионам страны. Они взяли и устроили всенародную акцию протестов. И в каждом городе что-то сделали. В каждом городе сделали что-то креативное. В каждом месте собрали там максимум 100 человек. Вот максимум. Но это было по всей стране, во всех городах. Везде все местные телеканалы показали. Все украинские телеканалы показали. При этом в каждом месте это было не 10. Где-то 10, где-то 2, где-то 3. Но везде они подошли. Творчески, креативно. И, пардон, но власть... Это была власть партии регионов. В рассвете Януковича. То есть, когда голосовали по мановению руки Чечетова. Когда все было хорошо. Они тогда, увидев это, решили отложить. До лучших времен. Ну, в лучшие времена... Замяли для ее оснастей. Да, 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 да. При этом тогда глава Верховной Рады, тогда был Витвин, сказал, цитирую. Тут вот у нас протести. Давайте не шукати собі пригоди на ревном месте. И снимем у спрятку денного капитання. Цитата головы Верховной Рады. То есть, почему произошло так? Да, понятно. Вы люди, которые это организовали. Да, понятно. Но почему так произошло? Неизвестно. Плюс, очень большой фактор личности. При этом личность может появиться случайно. Вот банально. Вот у меня есть знакомый, которому было просто нечего делать. Вот нечего делать ему было весь день. И он поссорился с местным руководителем местного коммунального предприятия. Хотя там наоборот. Ну, бывает. О чем и как поссорился не важно. Ну и что сделал? Он пришелся с фотоаппаратом по всей территории коммунальных предприятий. Пофотографировал все мелкие нарушения недочета, недоработки этого предприятия. Написал за день 200 жалов. И 200 жалов отправил в администрацию. В результате эти все 200 жалов пришли в коммунальные предприятия. И к нему тут же позвонили и начали договаривать, чтобы он больше так не был. Договорились? Ну, как-то договорились. Я не знаю. Детали не знаю. Хорошо. Я просто к чему говорю. Я говорю потому, что вот появился человек, его что-то не устроило. Он взял, поднял скандал на ровном месте. И непонятно где это взорвется. То есть, опять же, элемент спонтанности. Элемент непредсказуемости. Это, конечно же, будет пугать любую... И взять не за что. Взять не за что. А попробуй, а если начнешь глубоко ковырять, как вот вспомним 30 ноября того же 13-го года, пока детишек, молодежь, пока никто не трогал. В принципе, молодежь себе тусила на Майдане. И тусила. Да. И все было хорошо. Стоило зверски избить молодежь, которая, по большому счету, даже ничего не протестовала. И себе танцевали люди. То есть, это тусовка была. Мальчики, девочки. Туцуются. Веселятся. Песни поют. Хороводы крутят. Вот тут прибегает Беркут. И всех тупо именно на убой прямо избивают. И после этого появился Майдан. Да. Так вот. Хорошо. Опять-таки, мог не появиться. Секунду. История не предусматривается его, да? Я говорю про спонтанно. Вот в тот момент мог не появиться. Мог появиться в следующем. Потому что вообще все прогностики сходились в том, что Майдан должен быть весной. Тогда... Хорошо. За революции, бунты, протесты мы обговорили. Мы его развернули. Все. Тут понятно. Действительно ясно, почему власти боятся молодежи. Теперь второй момент. Программы. Множество государственных программ. Очень большие деньги на них выделяются. И, насколько мне известно, эти деньги даже реализуются. Воруются не все под корень. 30-40 процентов. То есть, в пределах разумного. 30-40 процентов это разворованных, это в пределах разума. Ну, я люблю нашу страну, конечно. Ну, страна такая, да. Ну, что ж делаешь. Все всех пытаются обмануть. Хорошо. Так вот. В конечном итоге получается, что результат этих программ все равно никакого отношения к молодежи не имеет. Или я ошибаюсь? Частично не имеет. Ну, скажи, КПДЕВО в районе там 10 процентов. То есть, 90 процентов уходит никуда. То есть, даже реализованных программ. Да, даже реализованных. Для 90 процентов. На самом деле, молодежи... Я сказал в начале. Власть не знает, как снять информацию с молодежи. Методы, которым она снимает, дает неадекватные результаты. Раз есть неадекватные результаты, значит, соответственно, делаются неадекватные действия. Раз делаются неадекватные действия, ну, хорошо, что они уходят просто в никуда. Они вовремя. Хотя бывает и правда. Тем не менее, есть ряд вещей, которые некоторая общественная организация и хитряется использовать на благо, но при этом они берут деньги, пишут в отчетах одно, а делают то, что на самом деле надо, потому что они знают, что на самом деле надо делать. Это вот те 10 процентов, которые все-таки действительно имеют какое-то отношение к молодежи. Ну, да. То есть, в отчетах пишется вообще что-то вот левое. Ну, составлять отчеты... Подожди. Что получается, что вот то множество программ на самом деле никакого отношения к молодежи не имеет, но организации, которые действительно для молодежи стараются что-то сделать, вынуждены писать одно вообще то, что там государство для себя придумало, да, считая, что вот это вот нужно молодежи, хотя на самом деле это молодежи абсолютно не нужно. Оно даже нужно. А реализует совершенно... Тут вопрос. Подожди. 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 У нас к тому же цигель байлюлю. Так вот. А получается, что? Что делают совсем другое, и вот это совсем другое действительно нужно молодежи, и оно действительно идет на молодежь в конечном итоге. И самой молодежи это нравится. Но чисто тут вопрос в процедуре. Процедура такова, что нормально сделать нельзя. Почему? Ну, как выделяется? День выделяется своими путями. И через государственную структуру, то есть на вузы, на школы, на клубы, на все такое прочее. Первый вариант. Либо дается в виде грантов общественным организациям на открытом конкурсе. Два варианта. То, что выделяется на структуру. Как это выглядит? Это бегает какой-то там вот человек, который более активный, который продвинутый все ходит по кабинетам, который уверен, что молодежи нужно выпиливать. Которому больше всех надо. Да. При этом и бывает немного, поэтому ему так и быть дают. Ну, лобзики дешевые. Не, ну там лобзики. Не, ну по сравнению с Майбахом. Надо фанеру купить, надо помещение снять, надо отопить помещение. Надо в конце концов хотя бы копейку этому товарищу зарплату запустить. Хорошо, здесь деньги маленькие. Давай что-нибудь более жирное. Вот. Маленькие деньги. Вот таких в Киеве бегает пару тысяч. Ага. То есть в конечном итоге у нас на лобзики выделяется огромное множество денег. Есть трой момент. Скажи, пожалуйста, кто из процентных соотношений тех, да, той молодежи, которая занимается в Киеве лобзиком. Ну я для первых лобзиков сказал в качестве такого вот примера. Образно, я понимаю. Образно, смотри, вот есть школы, это по школьному образованию, есть клубы школьные, около школьных и все такое прочее. И они, в них есть там группа там 5-10-12 человек. То есть собственно говоря, можно там посчитать, что при каждой школе есть 3-4 таких клуба. Сколько там в Киеве школ умножаем на 3-4, умножаем на 5-10 человек и получаем примерно количество... Рррррррррр. Так.. Первое. Честно говоря сейчас... Я спросу, что мне так плохо и отдыхаю. Сейчас кольцо под руками нету. Да, плохо считаю. Но, проблема не в этом проблема в том, что вот эти люди бегают и говорят с какими-то чиновниками, которые в общем-то ничего полезного не делают. В этой лобзика может быть и нужная для этого. Может быть. Мы не знаем. Но оно, наверное, может быть даже нужна. Даже какую-то группу собрал. Но он говорит с чиновником, чиновник говорит с чиновником, чиновник говорит с чиновником. В результате все эти управления ОСВИТО сжарают не просто много денег, а очень много денег. Даже больше, чем сама банковская система. Банковскую систему не знаю, но управление ОСВИТО это колоссальные прокладки, через какоеlearningے проходит огромное количество средств. И везде где-то по чуть-чуть оседают? Даже если не оседает, это просто куча людей, которые получают зарплату, которые сидят в помещениях, которые надо отремонтировать. ремонтировать. И при этом они на самом деле нафиг не упали? Не нужны, да. Отлично, хорошо, идем дальше, секундочку, идем дальше, с этим мы разобрались. Теперь программы, которые происходят на конкурсе. Для того, чтобы выиграть программу грантовую на конкурсе, сидит эксперт Нараба, которая принимает и не принимает. И с кого она состоит? Она состоит из чиновников, она состоит из представителей молодежных организаций, которые так или иначе умеют общаться с чиновниками. Ну, то есть, если туда случайно забредет общественная организация, которой чиновник общаться не умеет, он просто не поймет, что там происходит. Это специфическое, достаточно закрытое. Они там бьют себя пяткой в грудь, что вот именно наша программа прочих всех нужна молодежи и мотивирует почему. В общем, начинается некий тендер. Программы какие? Например, программа створит навчальную программу для молодей, яка проживая в селе. Вроде как важное дело, да? Для цього створит и дальше разработка программы. При этом те, которые это говорят, ну все видят, ну да, ну хорошая программа, надо молодежи в селе дать деньги. Туда отваливаются люди. Оно поступает на какой-то счет, сразу из этого счета вычитается целая куча всего, так сказать, на неофициальный налог. Ну, банально. Человек, который выбивал вот это все, он потратил полгода своего времени на битье, на то, чтобы биться в бум-образной двери кабинета. Как минимум, ему нужно это компенсировать. Понятное дело, это списывается на какую-то статью, например, сайт. Короче, он эти деньги просто себе крысит. Нет, ну это не эта зарплата, потому что вообще-то это ни фига себе труд вообще. Я даже убираю слово коррупция. Второй момент. Деньги поступили на счет. Дальше есть строгие строки бюджетов, которые нужно потратить. Если потратишь другие строки бюджета, то у тебя, как бы, тебе придет крыс задать глупые вопросы. Соответственно, но при этом изначально внятного исследования проведено не было, потому что, ну а каймал дирекса не провести внятное исследование что-нибудь. Они начинают строго выполнять строки бюджета. Где-то на второй неделе работы они понимают, что они делают совсем не то. Но строки бюджета уже прописаны и съехать не могут. А потом они отчитываются по строкам бюджета. А у них как? В бюджете написано, сделано сайт. Ага, вот сайт. Понятно. И у них позитивная грантовая история. А исследовать насколько там... Позитивная грантовая история, что они уже брали гранты и все было хорошо. И хорошо отчитались. И все было хорошо. И хорошо отчитались. Более того, все пришли, проверили, деньги не сильно украдены. Сайт есть, сайт работает. То есть, где-то 30-40% это не сильно украден. Ну тут тонкая грань между украденным и заработанным. Тут очень тонкая грань. Мы про фактаж. Тут очень тонкая грань. Мы не про формализм. Давай называть вещи своими именами. Не, ну свои имена это зарплата. Зарплата, все хорошо. То есть, 30-40% грантов уходит на зарплату. Ну дай бог. Да, значит, когда они вообще не украдены. Деньги, в принципе, потрачены в общем целевым способом, ну согласно строкам. В общем-то, появилась сотня человек, которые сказали, что там все хорошо. И организация теперь позитивная грантовая история, в следующий раз взять грант плюс. Более того, за это время организаторы успели затусоваться со всеми, кто там есть, посидеть за рюмкой чай и раздеребать, кто будет голосовать следующий грант. Нажми паузу, пожалуйста. Для молодежи. Ребят, очень внимательно слушайте. На самом деле, это прекрасная инструкция по тому, как у государства и грантовых структур вытаскивать лавэ. Не рекомендую. Почему? Нервов. Нужно иметь специфические. Это специфическая вещь, оно требует много нервов. Если кто в этом мире хорошо и учится, так это в первую очередь молодежь. Есть намного проще способы вытягивать лавэ на хорошие дела. Как? Во-первых, буржуйские фонды дают деньги в общем и целом на куда более адекватные и хорошие дела. У них лучше с ним обратной связи по строящему государству, и они более гибкие. Их больше. Они лучше, проще дают деньги на хорошие дела, у них легче эти деньги взять. И туда легче выйти. Во-вторых, ну всегда есть куча молодых людей вокруг, которые делают какие-то стартапы, какие-то локальные бизнесы, какие-то локальные что-то там, которым всегда нужно кто-то, кто поучаствует. Это намного более прибыльное и хорошее дело. Ну как бы... Ну а деньги нужно хранить в сберег... Как убедительно показала наша власть, деньги нужно, и не только наши, хранить в сберегательном банке Кипра или Панамасе. Храните деньги в сберкассе. Панам. 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 Это с фильмом Иван Васильевич меня пишет. Ну нет, ну все правильно. Храните деньги... Просто не договаривали в какой стране. Вот и все. Сказано было в сберкассе. Да нет, просто время поменялось. То есть сберкасса. Сейчас сберкасса. Ну пока Панаму не ограбили, но это другой вопрос. Хорошо. Скажи, пожалуйста. То есть с программами вроде по сути тоже разобрались. Да. Бред силы кобылы еще тот на самом деле. КПД действительно получается крайне низким. Если мы говорим... Он не может быть высоким. По определению. Когда... Вся система обратной связи для этой структуры, это те самые организации, которые друг друга знают, и которые пишут проекты, исходя из своего разумения, которые в общем-то замкнуты и не имеют связи. Скажи, пожалуйста. Молодежь. Теоретически. Я вот знаю, что ты в свое время возглавлял даже ассоциацию... Спилку молодых политологов. Ассоциация другая была организация. Мы с ними дружили, но как бы... Молодых политологов. Так вот, скажи, пожалуйста. У тебя богатый опыт в этой движухе, в этой деятельности. Молодежь. Я даже толком сейчас пока не могу сформулировать эту мысль, но попытаюсь сделать это лаконично и понятно. Молодежь в состоянии создать некое государство в государстве, свое, жить своей жизнью, пользуясь всеми благами, которые дает общество, но при этом жить внутри себя не нужно. Почему? Ну, во-первых, они и так живут в своей внутренней жизни. Ну, смотри, на самом деле государство молодежи нужно. Потому что молодежи на самом деле нужно, чтобы ночью люди не останавливали там, не грабили. Что выполняют там правоохранительные молодежи? Нужно, чтобы электричество в розетке так и да было. А хорошо бы в воздухе был интернет, а хорошо бы везде этот самый, я тут надымил. То есть молодежь эти все вещи важны, поэтому совсем решать систему они не нужны. Они просто стараются минимально пересекаться с государством, но не хотят получать. Они не платят налоги, ну там, где могут не платить налоги. Они, опять-таки, если государство поменяет налоговую систему, так, что налоги платить будет просто и удобно, они будут платить налоги, никто ж не платит. Я понял. И завершаем, да, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, а картина, которую мы сейчас рассмотрели, взаимодействие молодежи с обществом, с государством в нашей стране, отличается чем-то от того же самого, но, к примеру, в Западной Европе, в Штатах или где-то других странах, отличается несколькими вещами. Во-первых, в Штатах и в некоторых странах Европы намного более принята молодежная активность. То есть там, например, если ты не являешься в студенческие годы активистом чего-то там, найти престижную работу ощутимо сложнее. Это не невозможно, но это сложнее. В результате вот американские студенты оказываются посланием мира в какой-нибудь Вадилупе, ездят налаживать связи, за деньги государства. Входят в красные крестыни. При этом, ну как, они это даже за потолком не получают. Это вот их активизм такой. Это там не государство, это фонды делают. Волонтерство. Да, это волонтерство, активизм. Там какие-то технические вопросы, какие-то фонды оплачивают. То есть фондов много, которые это дают. Ну, то есть они в этот процесс вовлечены. У нас государство со времен Советского Союза, это вот советское наследие, старается, чтобы вся молодежная активность была под крылом государства и не выходила за рамки определенных государств. То есть занималась там, пилила лобсками. А проблема в том, что, да нет, ну можно и комсомольские слоты проводить. Но проблема в том, что сейчас государство не в состоянии поставить эти рамки. А целrufu их ставит, ну это вот как можно воду держать в рамках из... А может быть потому, что государственная власть на самом деле ничем не управляет? Государственная власть управляет государством старого типа – индустриальным. Молодежь живет в мире постиндустриально. Причем индустриальным, которое по большому счету разрушено. То есть получается, что государство управляет ничем. Нет. Индустриально не разрушено. Еще есть индустрия, которая чего-то производит. Которая что-то делает. В конце концов инфраструктура работает. Железная дорога работает, энергосистема работает. Вопросов нет. В общем, что-то у них там работает. Проблема в том, что постиндустриальный мир, он ощутимо быстрее. И до тех пор, пока государственная проверка куда-то там, что-то там придет, выяснится, что там уже ничего никогда не было. В индустриальном мире хотя бы когда-то было, а тут выяснится, что и не было. Вот, например, яркий пример биткоина. Ну это как, пока что квинтэссенция. Надо деньги? Ну какие деньги? Нет никаких денег. А вы мне сначала дайте справки, что биткоин это деньги, а потом поговорите. Нету справки, что биткоин это деньги, ну извините, тогда челка нам на банк вопросов не приходит. Да, при этом биткоины во многих странах принимаются за деньги. Да и у нас тоже в какой-то степени, но если... Не, но у нас на самом деле, я вот здесь категорически не согласен, потому как посольство биткоина, да, одно из четверых посольств биткоина в мире находится у нас здесь вот рядышком. И вот на них устроило вот нынешнее государство такой жесткий прессинг после победы Майдана. Ну да. Ребят до сих пор СБУ... Любое государство хочет все контролировать, а тут говорят, а тут кто-то передает какие-то деньги. Почему? Потому что это такие деньги, а они как-то ими рассчитываются в какой-то схеме. А государство контролировать их не может? По определению. Отлично. Итак, отсюда следовал бы призыв, народ держите деньги в биткоинах, да, но тогда из будущее тихать меня. В сберегательной кассе Панамы. Это законно. Есть фирмы, которые за небольшие деньги это могут делать. Вот всем, кому надо, это можно организовать. Это закон. Нет, в принципе, сейчас вот как раз с точки зрения государства для тех людей, которые активничают, малыш, именно в бизнесе, вот пока есть упрощенная система налогообложения, в ней жить можно. Если упрощенную систему уберут, ну весь срок, который на упрощенке, идет в тени или в биткоину. Ну жизнь такая. Хорошо. Я очень благодарен, признателен за то, что ты принял участие в нашей программе и в качестве такого финального аккорда хотел бы отметить следующую вещь, что молодежь действительно у нас является очень уникальной и очень опасной для государственной прослойки. Это так правильно, к этому пришли. Если бы молодежь это осознавала, то, наверное, она бы управляла нашей страной. Оно им надо. Но оно это не осознает и... Им это... Они хотя... Подожди, но в Штатах молодежи это надо, в Европе Западной это надо. Они волонтерствуют, куда-то ездят, у них там нормально. Между собой. Так они не управляют. Они живут своими, они ничем там не управляют. Между собойчики ровно потому, что им не надо. Тут другая проблема. Государство как система умирает. Вот само понятие государства умирает. Но это отдельная тема, я думаю, что может быть. Да. На эту тему мы поговорим, наверное, в следующем нашем выпуске. Да. Смерть государства. Причем я специально даже не указываю, какого именно, чтобы нам этот выпуск заранее не зарубили. Большое спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, зрители. Всего доброго. До свидания. До встречи. Субтитры специалисты. Да, это точно. Просто там. Ты не выключай. Пусть это будет сохраним. Не удаляй этот отрезок, слышишь? Вот. Вот. Не вот то, что я говорю, не удаляй этот отрезок, это удали. А до этого не удаляй. А вот эту фразу точно не говорит отрезок не удаляй, а вот до этого удаляй, вот это осталось. Ну типа это. Продолжение следует...